Друзья, знаете, к кому приходит успех? Успех приходит к тем, кого вовремя не предупредили, что это невозможно. Все возможно. Каждый из вас прав. Знаете, ваша жизнь соглашается со всем. Вы говорите, это невозможно? Жизнь говорит, окей. Да, это невозможно. Вы говорите, мне плохо? Жизнь говорит, да, тебе плохо. Вы говорите, я неудачник? Жизнь говорит, да, посмотри на себя, ты, блин, гребаный неудачник. Вы говорите, я счастлив, жизнь говорит, да, ты счастлив. Вы говорите себе, я миллионер, жизнь говорит, окей. Скоро ты заработаешь свой миллион, давай подумаем, как мы можем это сделать. Жизнь со всем соглашается, каждый из вас прав. Вы себе говорите, у меня не будет этой машины, да, у тебя ее никогда не будет, никогда. Потому что ты в это веришь. Вам будет дано по вашей вере. Жаль, что у большинства людей эта вера очень низкая. Они хотят верить. У них вера на процентов 20. Хотят, просто хотят. Они не верят, они хотят. Мне хотелось бы верить. Так эти люди ничего и не добиваются. Неудачники верят в удачу. Они надеются на чудо. Успешные люди верят в себя. Не живите воспоминаниями. У вас на это вся старость. Создавайте воспоминания. Каждый день перечитывайте свой список целей и действуйте, чтобы в старости не перечитывать список оправданий. Все, друзья, возможно. Поверьте в это. Просто поверьте в это, что все возможно. Препятствия это те страшные вещи, которые вы видите, когда отводите глаза от цели. Препятствия создает ваш разум. Препятствия создает ваш здравый смысл. Потому что он не знает, видите ли, как этот разум заработает миллион. Он не знает всех шагов. Он не знает. Он не может просчитать. Потому что невозможно. Невозможно просчитать. И вот когда разум не может просчитать все шаги, он думает, что это невозможно. Здравый смысл говорит, как я могу с нуля заработать миллион долларов. Это же невозможно, говорит здравый смысл. Да, невозможно. Потому что вы не можете предвидеть полностью все шаги. Когда вы едете ночью с пункта А в пункт Б на машине, вы же не видите весь путь. Когда вы едете в другой город, вы же не говорите себе, это невозможно. Потому что я не вижу весь путь. Но я не вижу весь путь. Как я туда доеду? Мне нужно видеть всю дорогу. Но вы видите маленькие отрезки. Фары освещают маленькие отрезки. И вы постепенно добираетесь. Вот и все. Люди почему-то ездят ночью. Почему они ездят? Они же не видят весь путь. Но они как-то добираются с пункта А в пункт Б. Так же и здесь. Так же и в успехе. Вам не обязательно видеть и знать весь путь. Маленькими шагами вы идете к успеху. Шаг за шагом вам открываются новые участки, новые перспективы, новые возможности. И вот так люди добиваются успеха. Еще раз запомните, друзья, на вашем пути к успеху препятствий нет. Ваш путь к успеху полностью свободный. Вам все должно даваться легко. Только вы отвели глаза в сторону, все, препятствия. Вы видите скалы. Вот ваша дорога, она свободная. А по бокам скалы. Вы посмотрели на скалы. И что начинают делать люди? Карабкаться на скалы они начинают. Они не хотят идти по своему пути. Потому что они не видят весь путь. Они смотрят на проблемы и начинают разбирать какие-то проблемы. Начинают карабкаться на скалы. И вот так они на этих скалах и остаются. Спускайтесь вниз. Выходите на свою ровную дорогу и идите к успеху. Идите. Делайте шаг за шагом. Но если вы ничего не будете делать, если вот вы на вашем пути просто усядетесь по центру своей дороги к успеху, ничего не будет. Нужно идти. Шаг за шагом. Путь осилит только идущие ребята. И чтобы ваши скалы вам не мешали, чтобы вы не отвлекались на скалы, не отвлекались на то все дерьмо, которое висит на скалах, мыслите позитивно. Уберите весь негатив со своей жизнью. Уберите полностью все дерьмо. Полностью убрать нельзя, да. Но можно на максимум его убрать. Весь негатив вам мешает. Он залазит в ваш разум и говорит, это невозможно. Там проблемы. Я посмотрел новости. Там все плохо. Там воруют. Того ограбили, того убили, того изнасиловали. Все, мир дерьмо. Успеха добиться невозможно. Вы израсходуете свою энергию на вот это вот все дерьмо. Зачем это вам? Направьте все свои силы на свой путь. Если вы не будете, к примеру, слушать негативную музыку, если вы не будете общаться с неудачниками, если вы не будете обсуждать с ними проблемы, если вы не будете смотреть новости, если вы не будете смотреть негативные фильмы, если вы это все дерьмо уберете, вы не представляете, как изменится ваша жизнь. У вас будет все только хорошее. А хорошее вас будет мотивировать, у вас будет хорошее настроение, у вас будет много энергии. И вы спокойно сможете двигаться дальше к своей мечте, чтобы жизнь была малиной. Не кушайте дерьмо. И все. Кушайте малину. Просто кушайте малину. И не ждите подходящего момента. Начинайте прямо сейчас. Многие ждут, когда их жизнь изменится. Она ни хрена никогда не изменится. Эта жизнь ждет, когда изменитесь вы. Чудо, друзья, не произойдет. Его не будет. Начинайте чудить сами. Начинайте менять свою жизнь прямо сейчас. Жизнь никогда не подарит вам что-то хорошее, что-то прекрасное, если вы не будете этому соответствовать. Не подарит. Если у вас мышление на тысячу долларов, жизнь никогда не подарит вам сто тысяч долларов или миллион. Никогда. Или еще хуже. У вас мышление на минус тысячу долларов, потому что у вас кредит. Как вы хотите заработать большие деньги? Вы же ничего не знаете о деньгах. У вас мышление на нуле. Не на нуле, а на минус тысячу, потому что вы в кредите. У вас нету своих денег. Как вы хотите заработать больше, если вы ничего об этом не знаете, если вы не развиваетесь, если вы не растете в этом плане? Это невозможно. Вот вы мечтаете о Бентли, а у вас мышление трактора. И то трактора вы тоже не получите. Вы не соответствуете Бентли. Вы не получите этот автомобиль, потому что у вас неправильное мышление. Вы не знаете, как делать деньги. Вы не знаете, как создавать бизнес, к примеру. А откуда вы можете это знать? Откуда, скажите? Если вы не развиваетесь, если вы не ходите на семинары по финансам, если вы не читаете книги по финансам, откуда же вы узнаете, как создавать бизнес? И вы хотите больших денег, но вы в своем уме. Да не будет у вас никогда больших денег, если вы не будете развиваться, если вы не будете повышать свой уровень в этом плане, в финансовом плане. Прокачайте себя, и вы будете много зарабатывать, потому что у вас будет много новых знаний. Это же элементарно, друзья. И это не только в финансовой сфере. Так абсолютно во всех сферах жизни и в отношениях точно так же. Так что прямо сейчас начинайте работать над собой. Загляните в себя. Заглядайтесь, просто побудьте наедине с собой. Просто вот в тишине посидите один час. Да, поначалу будет тяжело. Вам захочется там залезть в телефон, вам захочется с кем-то пойти там погулять, созвониться. Нет, посидите наедине с собой. И вот если вы сможете себя пересилить, через некоторое время наступит спокойствие. И тогда нужно подключать благодарность. Тогда нужно благодарить жизнь за все. За все. Абсолютно за все. Чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Потому что люди так устроены, они жалуются на проблемы, но никогда не благодарят за все хорошее. Жизнь у меня плохая. Она обо мне не заботится, а на самом деле она о тебе заботится. Она дает тебе крышу над головой. Она дает тебе еду. Она дает тебе воду. Одежду. У многих людей и такого нет. И ты говоришь о тебе жизнь не заботится, какая у меня плохая жизнь, у меня плохая работа и у меня кредит. Да сколько у тебя плюсов в жизни, почему ты об этом не задумываешься? Люди об этом не задумываются, люди это принимают. Так должно быть. Поблагодари за это. И по сути, у человека 20% плохого и то, это у него вот здесь. А 80% хорошего. Но он это хорошее не ценит. Цените каждую мелочь. Поблагодарите жизнь за каждую мелочь. За свою одежду, за питьевую воду, за крышу над головой, за свою постель, блин, что вы просыпаетесь в тепле, что вы не спите где-то там на сквозняке. Почему за это нельзя поблагодарить? Поблагодарите за дождь, за воздух, потому что вы можете дышать. И вот тогда вы будете осознавать. Да на самом деле я счастливый человек. Все хорошо. Давай-ка я буду двигаться дальше. Вы будете ценить жизнь. Вы выбросили все дерьмо со своей жизни. Вот тогда вы потихонечку начнете чувствовать себя счастливым. И в вашу жизнь постепенно будут приходить деньги, придет любовь, придет здоровье и счастье. Все придет в вашу жизнь. На этом все. Я думаю, ты замотивировался и начнешь действовать. И я буду вот так орать, да, я буду так орать специально для тебя, чтобы ты взял и изменил свою жизнь. Подписывайся на все мои проекты. Все ссылки в описании. Если ты хочешь жить счастливой жизнью. Если ты хочешь быть не таким, как все. Буду очень благодарен, если ты поделишься этим видео с друзьями и поставишь ему лайк. Счастье вот здесь. Успех твой вот здесь. Счастье это привычка. Быть несчастным это тоже привычка. Все в твоей голове. Меняй мышление и ты изменишь жизнь. Пока. Счастье. 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 Субтитры создавал DimaTorzok